Девушки отдыхают Зигматович Heavily bandaged And he'll be replaced By Gottsmanov With less than 20 minutes gone Francis That's well done But it's too long for Blissett Peter Vichenko For the Soviet Union Oh and Duxbury Slip badly there And Gottsmanov Has put the Soviet Union Into the lead Sergei Gottsmanov the scorer After a bad slip by Mike Duxbury Consoled by Ray Wilkins And after 53 minutes The Soviet Union From the title through ball They've been exploiting so well Are in the lead But Duxbury was favourite To collect that Until he slipped And Gottsmanov was in Shilton began to come But the finish was good Performed miracles At the other end In the first half But when Gottsmanov Gottsmanov got away There from Duxbury There wasn't very much The England goalkeeper Could do about that Gottsmanov 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 Ui, da hat sie mir aber Glück Gottsmanov Aber das alles Wissen sie schweizer hoffentlich So wie ich es auch weiß Von den Vorbereitungen her Von Goldsberg her Aber sie sahen Wie gefährlich Das alles Trotzdem noch geworden ist Und warum Finsch Verderяет По праву Полевым игрокам Это тоже такая характерная черта Тех лет Потому что Принято считать С основанием Что Голкиперы Не так хорошо Еще в массе своей Играли ногами Как Ворсу Накаду Ворсу 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 Гаврилов с мячом, мы подобрали нашим мяч, Гоцманов бьет и в штангу попадает. Снова можно говорить о том, что не повезло. Советская сборная, сейчас уже никакой Олег Виск Зачан бы не выручил, он завалился в совершенно другой угол. Очень тонко оценил ситуацию Юрия Гаврилова, обработав мяч и выступал за «Спартак», за «Московское Динамо», потом возвращался в «Спартак». В общем, при достаточно большой конкуренции в нашей сборной он регулярно в нее вызывался в 80-е годы. Еще один опасный удар, и снова Сергей Гоцманов целил в дальний правый от себя угол ворот. Помните, что минут 7-8 назад он попал в штангу, ну а теперь вот снова не хватило точности. Красивый бросок в хвистер. Владимир Сальков выскочил в грёбке и что-то подсказал Сергею Гоцманову. Сальков был очень ярким футболистом, ну а в последствии и тренером, добивался успехом с донецким шахтером. В дальнейшем тренировал «Московская торпеда», работал в федерации футбола СССР. И был одним из предметов нашей национальной страны. Ашица сейчас Лаудруб, сразу возник. Празднуем, хотя до окончания встречи счет полтаймера. Наши выиграли борьбу за мяч, удар, и счет становится 4-2. Сергей Гоцманов все-таки добился своего. В первом тайме у него были две возможности, когда мяч просто не шел в ворота. Хотя вроде бы Гоцманов все делает правильно, но сейчас очень красивый удар и очень красивый удар. Я отмечу еще и Протасова, который до этого поборолся за мяч штрафной. Вот этот момент, именно Протасов сбрасывает мяч под удар Сергею Гоцманову. Да и другой нападающий, Биланов, собственно, тоже оказался в пределах. Вот навес, Биланов сбрасывает мяч на дальнюю вратарскую Протасову. Протасов головой чуть назад Гоцманову, и Гоцманов сколачивает мяч. Я не уверен, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Гоцманус, самедитутитамашизданторибанду кистене, Гагацема. Гоцманович вызаботит, Гоцманус даасу. Каргатитамашечедем даасу, да дауману буртиме, карикабелияс. Чо хадзес. Еще один угловой. Загмантович пасует направо, удар в ворота. Что показывает орбитер? Снова угловой. У Минска только два игрока. В атаке киевляне Яковенко. Трудно ему было, конечно же, вы сами видели, обыграть троих пристал Минского Динамо. И вот Гоцманов идет вперед. Уходит от соперника легко, поднимает голову, смотрит, кому отдать. Обрыт мяч. Рядом болтача. Делает обману решения Якова для удара. А потом уходит от соперника влево и уже бьет. Демьяненко неожиданно подключился к атаке, но не точная передача взяла на нет усилия киевлян в этой комбинации. И сейчас Минчане атакуют. Очень динамичный момент. Хорошо сыграл Чанов, перехватив мяч. И, конечно же, блистательно действовал и игрок Минского Динамо в падении, пытавшийся перехватить мяч и направить его в сетку ворота. Ну, мы уже в дальнему углу ворот. Один-один в финальном матче за кубом Советского Союза между динамовскими командами Минска и Киева. 45-я минута. Василий Рац. И вот атака к Минчан. Удар нет, удара нет. И что же показывает орбитер? На последних секундах первой половины встречи судья назначает 11-метровый удар. Смотрим еще раз. Атакует Гоксмана. Входит в штрафную площадь. Пытается пробить поворотом. В падении пытается помешать ему игрок киевского Динамо. Судья усматривает в этом нарушение правил. Раз он дал свисток, это штрафной, а в штрафной площади это 11-метровый удар. Решение арбитра окончательное и обжалованию не подлежит. И хотя киевский Динамо... Пошла уже 46-я, уже 46-я. Удар, мяч, сетки, ворот. Минчане выходят вперед. Два-один. И время первого тайма истекло. Мерс забил Андрей Зигмантоль. Номер шестой. Андрей Зигмантоль там. Был рядом арбитр. Все по правилам. Публика шумит, волнуется о мяча. Не в атаке, пас в штрафную. Ай-яй-яй, Гуренович обработает получше мяч. И кто бы знал, чем это бы все закончилось. И продолжает атаковать Гоцмана. Хорошо отнимает мяч у него кузнецов. И тут же... Судя по всему, это входило в предматчевые расчеты Ивана Савустика. Наша команда уверенно выстояла и извлекла было из тактических запасников досконально опробованное оружие, контратакт. Их стремительные волны не раз докапывались до штрафа Реала. Но хозяев подводили торопливость и неточность в тот самый момент, когда требовалось едва ли не главное – сделать нацеленный голевой паспортир. Захваченный напряжением интересной тактической дуэли, азартно загудел переполненный стадион. И вот тут-то случилось неожиданно. Почувствовав, что чисто игровых аргументов в споре им не достает, гости пустили в ход грубость. За спиной судьи ударом в лицо локтем вывели из строя Деркача. Очень хотелось посчитать это досадно случайностью. Но как-то быть тогда с другим похожим эпизодом. Уже во втором тайме, когда тренерам-минчам пришлось заменить нетравмированного защитника Гомана. Прерываемый, надоевшими остановками, матч продолжался на 7 минут дольше половины. Из-за этого он явно терял зрелищность, но увлекал другим – борьбой характера. Неясность его исхода до самой последней секунды. Финальный навал Реала не таил загадок для мяча. Жестких единоборств с соперниками не спасал никто. Но, на мой взгляд, лидерами «Динамо» тут были в этот вечер мудро руководившие обороны Боровски и Готмана. Неустанно искавшие голевые шансы на танке. Ничья, равная поражению, так огорчила испанцев, что впервые за время проведения в Минске подобных встреч представители команды соперников отказались от участия в послематчевой пресс-конференции. Олейников с подачи Готсманова восстановил равновесие. 1-1. Стартат про... Гор balances от счета установила. Доксманов. О, я скажу, что это невероятный сайд! Широкки. Райд Тогоменов. Света на шот. Света на пас. Широкки. Света на кроссе. Котманов. Это было хорошо, что это было. Открыто на Московской фенце. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok